Начинаем брифинг. Наши общественные организации, это наша гражданская инициатива. У общественных организаций, у активистов, у украинско настроенных людей, у харьковчан возникла острая необходимость в прямом общении с руководителем Харьковской областной администрации, с господином Игорем Рыбовичем Рай. Мы в последний раз встречались больше двух месяцев назад, и сам господин губернатор говорил о том, что готов встречаться периодически хотя бы раз в месяц. Мы, собственно говоря, и хотим это делать. Более того, наш сегодняшний брифинг и наше обращение направлены на то, что мы, как представители общественных организаций и гражданских инициатив, действуем абсолютно публично, открыто, для того, чтобы показать нашу лояльность и договороспособность и желание сотрудничать с властью. Сегодня мы хотим обратиться с открытым письмом. Вот Дмитрий его зачитывал. Да. Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать эту нашу инициативу. То есть, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что наши действия в определенном формате и в том, который мы сейчас проводим, не всегда дают тот результат, который бы мы хотели, в частности, от власти. То есть, та встреча, которая была и происходила непосредственно после назначения господина губернатора, на ней были озвучены ряд вопросов, и далеко не на все на сегодняшний день мы получили ответы. Более того, так как мы общаемся со многими представителями разных общественных организаций, движений, у всех из них есть такое здравое желание, потребность в нормальной, системной, координированной работе, в частности, с главой Харьковской областной государственной администрации и непосредственно с теми начальниками, руководителями департаментов, которые есть в данной структуре. Мы хотим, чтобы сейчас было ясно то, что мы предлагали. Открытый текст, открытое письмо, которое мы с участием большого количества представителей общественных организаций составили, я думаю, мы опубличим, я думаю, мы его везде, так сказать, максимально распространим, насколько мы это можем. Ресурсы у нас, вы сами понимаете, довольно ограничены. Поэтому оно в себе несет основной месседж. Оно в себе несет месседж, это получение вот этой площадки, о которой мы говорим. Это площадка, на которую будет доступ абсолютно равный, прозрачный, открытый для общественности, которая действительно желает какие-либо вопросы доносить до руководства, смотреть за их исполнением. И то, что мне очень сильно нравится и приятно, и помогает. То есть я вижу, что во многом многие общественники говорят, что мы не просто хотим, знаете, набросать каких-то поручений, там из ворда поднятой головы уйти. Нет. У людей есть конкретные наработки, у людей есть конкретные концепции, люди готовы браться за работу и на волонтерских началах где-то вместе помогать реформам нашей страны. Но если этой площадки не будет, то, скорее всего, такой нормальной, адекватной работы мы не добьемся. Поэтому мы сегодня хотим обратиться ко всем, тем людям, которые считают себя активистами, которые имеют активную жизненную позицию, которые хотят поучаствовать в этом процессе. Давайте приобщаться. То есть у нас есть блок вопросов, блоки вопросов концептуальные, которые бы мы хотели поднять. Это, в частности, кадровые назначения. Насколько я слышал, у общественности есть ряд претензий к руководителям департаментов. Например, у общественности, связанной с решением экологических задач, есть вопросы к господину Тымчуку. Есть вопросы по назначению на районной администрации. Такие вопросы также есть у людей. Также, насколько мы сейчас слышали, исходя из диалогов, актуален вопрос территориальной обороны. Для нас для всех он насущен. Есть предложения, есть концепции, волонтеров, у тех людей, которые каждый день с этим связаны и готовы помогать. Также мы не хотим забывать о вопросах судебной власти, общественной иллюстрации, назначения, реформирования этой ветки власти. Это, если вкратце, те блоки вопросов, которые мы говорим концептуально. Безусловно, вопросов намного больше, не хватит, наверное, дня, чтобы все их озвучить. Мы в любом случае обращаемся ко всем и каждому, кто хочет добавить этот список. Мы не претендуем ни на какую эксклюзивность, что только мы и так далее. Мы здесь сейчас только по одной причине. Мы хотим проявить инициативу и создать эту площадку. Поддержите нас, давайте свои вопросы, давайте замечания, давайте вместе ее получим. И давайте вместе делать для родного города и для нашей области конкретные полезные дела. А не просто разговоры, клеймения, посидели там, почернили, похаяли, эмоции вышли, все разошлись. Это мы считаем неэффективным. Нормальный системный диалог, когда мы о чем-то говорим власти, она отвечает или не отвечает. И дальше получаем результат, дальше его контролируем. Вот это, я считаю, основа нормального гражданского общества. Мы должны ее добиться. Да, и мы, общаясь с губернатором по постоянному режиму, получили от него просьбу. Если общественные организации желают, не желают, а когда общественные организации сформируют свои вопросы, которые есть к главе областной администрации, тогда, собственно говоря, встреча и произойдет. Естественно, собрались, обсудили, вопросы сформированы, мы с этими вопросами готовы приходить и встречаться. Я, если можно, хотела бы еще добавить, очень сложное сейчас время в стране, и гражданское общество только начинает номероваться. Нам всем посчастливилось быть у истоков, и мы все за это ответственны. Поэтому ко всем решениям нужно подходить грамотно, взвешенно. Поэтому мое предложение ко всем представителям общественности, которые присоединятся и уверены, и будут много к этой инициативе, формулировать вопросы грамотно, конкретно, оперативно, и не использовать данную возможность с целью получить личные дивиденды, зарабатывать себе бонусы на предстоящих местных выборах, каким-то образом влиять на назначение. Потому что мы популяции, они не нужны никому. Нам нужно относиться очень аккуратно к диалогу. Я уверена, что если у нас у всех будет одна единая благая цель, то обязательно будет компромисс и с властью, и друг с другом. Также я думаю, что город Харьков очень большой, но при этом очень маленький город. Все мы друг друга хорошо знаем. Общаемся, но именно отсутствие здравой коммуникации определенного пространства, где могли бы встречаться общественники, порождают слухи, недоверия, конфликты, которые, естественно, негативно отражаются на нашей общей деятельности по построению правового государства. Поэтому мы всех призываем к кооперации, к миру, и к диалогу, и к пониманию друг друга, потому что у нас есть, к сожалению, большая опасность недалеко, около границ. У нас есть фактически нет государства. Скажем так, мы его сейчас строим с нуля. Никто кроме нас. Поэтому давайте работать. Дорогие. Дорогие. Одно маленькое добавление. Все противоречия и разногласия, которые были в среде демократически настроенных сил, организаций и патриотических организаций, они уже, слава богу, вышли в прошлое. У нас есть и консолидация, и единое движение. Тем более все мы боремся за Украину, за единую Украину. И мы гордимся нашими героями и понимаем, что никто, кроме нас, этого не сделал. Поэтому никаких противоречий внутри нас нет. Спасибо. Да, я хочу дополнить. Да, я с радостью, конечно, из уважения сейчас предоставим все необходимые вопросы. Вот давайте мы сейчас поймем самый главный тезис, который вот только что сказал Глеб о том, что нам действительно нужно в этом вопросе проявить максимальную консолидацию. То есть, рады ли мы власти тому, что эта площадка будет формироваться, ну, я не уверен. Даже, наверное, я уверен в обратном, скорее всего. Поэтому мы должны понять, что если мы будем разобщены, если мы будем снова как лебедь, рак и щука тянуть в разные стороны, то так и закончатся наши общественные начинания на уровне разговоров, на уровне общения, на уровне, грубо говоря, высказывания негативных эмоций и так далее. Мы понимаем, что сейчас нужно вводить это все в конструктивное русло. Мы не можем проиграть страну. Мы не можем допустить того, что все эти инициативы снова умрут. Поэтому еще раз давайте о сроках переговорим. Текст письма готов, сформирован. Участвовало очень большое количество общественных организаций, инициатив, движения активистов. Мы понимаем, что сейчас 9 мая, майские праздники. Это важнейший рубикон на сегодняшний день. Поэтому говорить сейчас и требовать, просить силы на рассмотрение этого письма мы и не станем. Однако после майских праздников мы сразу будем просить и предлагать эту встречу в таком формате провести. Поэтому я думаю, в социальных сетях мы распространим текст письма, и мы обращаемся ко всем и как вам. Кто хочет действительно к этому вопросу присоединиться, задавайте предложения конкретные, пожелания по вопросам, пожелания по проблемам, которые вы считаете поднять. Потому что только вместе мы силы. Здесь не может быть узурпации процесса, кулуарности и так далее. Мы проявили инициативу создания этой площадки. Она должна быть. Спасибо. Итак, в нашем брифинге, по моему плану, перемещается в пресс-конференцию. Прошу вас. А вы хотите высказать? Мне не надо микрофон. Я просто хочу, чтобы... А вас не слышали? ...свидеть тут. Станислав Дмитриевич Прасов. Всеукраинская организация ветеранов. Если угодно, товариство валиологи вместо Харкова. Значит, у меня первый вопрос такой. Какой регламент сегодня с ней работы? Я предлагаю вот какой регламент. Сначала выслушиваем общественные организации, потом выслушиваем частных лиц. Если нет возражений... Возражений нет с общественных организаций. Возражения есть. Сразу. К вам возражения. Дело в том, что кризисный инфоцентр это площадка для донесения информации пресс-конференции и брифинга. Если вы хотите провести некую работу с общественными организациями, нужно переместиться в другое помещение в другое время и там это сделать. Таким образом, товарищу Глебу Тимошенко, отчество я вообще не знаю, а свое знаете мое, Станислав Дмитриевич. Я хотел бы узнать мое отчество, но вы молчите. Таким образом, когда мне говорят, что мы будем заниматься пресс-конференциями, мы будем собирать информацию, а я заявляю, что илюстрационный комитет создан для того, чтобы пойти по пути Польши, Чехословакии, Литвы, Латвии, Эстонии. Что они сделали? Они выявили, илюстрировали свой персонал, который занимается политической деятельностью. Если у нас возможность есть, я заявляю, что есть. У нас такая возможность есть, возглавил Дмитрий. Опять-таки, отчество он мне вчера не сказал свое. Геннадо, Латвия, Димочка могу назвать. Это не важно. Таким образом, от общественной организации, всеукраинской организации ветеранов, мы предлагаем прямо сейчас принять от нас заявление, как называется так, хроника антимайдановских действий нашей харьковской власти. Мы здесь излагаем все это. У нас есть и на фрешке, есть и в вот таком варианте. Все это у нас есть, когда говорят, пока я буду конкретно. Я дам, я дам. Дайте мне закончить выступление. Вы, Глеб, товарищ, очень активный. И вы перевели меня уже три раза. Это вас не красит? Ну, ничего страшного. Надо пробиваться сквозь темы. Вы даже в Верховном Совете. Таким образом, это документ хроника антимайдановских действий той власти, которая разгоняла флага. Что она разгоняла? Майдан разгоняла? Да. Разгоняла. На администрации вешала российский флаг. Вешала. Под чьим контролем это все было? Мы все написали, под чьим контролем. И мы, люстрации, комитет в нашей, в нашей Харьковске дадим политическую оценку. Мы не будем судить никого, в тюрьмы создать, расстреливать. Мы скажем, вы не должны заниматься политическими действиями. Кто? Те, кто возглавлял антимайданные действия? Кто из вас может назвать? Кто возглавлял? И Куртер. Кто? Вы извините, пожалуйста. Таким образом, не задаю вам вопросы. Давай, давай. Сейчас. Да, 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 да. Нас просто уже стали стоить. Латмусная бумажка эффективности вот этой вот организации. Где сидит Глеб, Анастасия и Дмитрий. Латмусная бумажка. Если вы вот эту документальную хронику не раскрутите, не даете ей огласку на пресс-конференциях, в средствах массовой информации, на телевидении, если вы не смеете это придать огласке, то это наш бей, дезинферсионный. Скажите, да ничего страшного не было. Подумаешь, там сто человек в госпиталь попало, когда в больницу попало, когда освобождали. Подумаешь, там Майдан разогнали. Сурина нашего, этого самого, Сергея, Сергея этого самого, не Сурина, а Сергея, наш писатель, помните, по бедному морду. Если мы сделаем, ничего мы этого не замечаем и не знаем, кто это организовал. Вот здесь все написано, хроника, и мы назвали имена тех, кого мы хотим. Здесь две особы. Две особы. Дай ты нам подарил. Дай ты нам подарил. Я хочу получить от вас уведомление от этой девочки, что она приняла от меня. Сын, пойдемте. Харковскую иллюстрационную группу из Харковской Рады Громадских Организаций. А теперь Рада Громадских Организаций. Украинских Громадских Организаций. По спискам сообщественной организации. Сколько украинских громадских организаций в Харкове? Особенный список у меня нет. Вы на меня упирайтесь и будете это знать. Мы с тобой есть. Что? Пойдемте. Пойдем поездить. Да. Она установила мне рекламу. Сколько у меня еще минут есть? Позвольте, я скажу. Одна минута есть? Давайте. Заканчиваем. Подожди. Кто председатель на этой... Дайте, пожалуйста. Владимир Васильевич. Наталья Александровна, одну минуту мне даете? Одна минута. Одну минуту. В сторону станьте. Не надо мне еще забывать. Дайте одну минуту. Наталья Александровна. Мы не теряемся антикатором в вашем лице. Наталья не теряет. Не теряет. Я не дам потерять себя. Станьте на то, что Наталья Александровна. Таким образом. Прошу. Значит, мы будем с вами... Я сказать про лакмусную бумажку. Председателем я не буду. У меня есть председательский пост там. Вы опять меня передали. Мне минуту дали, а вы отнимаете меня. Таким образом, лакмусная бумажка. Если мы это не раскрутим, значит вы фальшивая организация. Если вы сумеете поставить этот вопрос и дать на него ответы, вы отрицаете, не важно. Значит вы нормальная, нужная организация. Спасибо за внимание. Спасибо. Мы возьмем ваши документы, ваши исследователи к себе в работу в инфоцентре и увеличим все, что просит нас. Спасибо большое. Девушка зовут Ира. И на этой площадке сможем получить реализацию ваших проблем, о которых вы говорили. Это не наши проблемы. Это проблема вашей. А мы вместе с вас. Все вместе. Плечом к плечу. Все хорошо. Владимир Носков, Радио Свобода. Прекрасно. Как? Хорошо. Сейчас. Вопрос такой. Все-таки. Почему вышли? Ну, составили письмо. Вот Анастасия Глеб, они советники. Анастасия Глеб, общественная организация. Вы смогли спокойно передать губернатору. То есть я не могу понять, почему пришлось вам идти на этот крайний публичный шаг. Это не является крайним публичным шагом, это является просто ступень. Почему, да? То есть вы, общественная организация, Игорь же сказал ранее, что да, приходите, я вас буду, общаться будем. То есть почему вот пришлось вот именно таким способом идти? Да. Потому что существует недостаток коммуникации. Недостаток. Недостаток коммуникации. Как между советником, так и между общественностью, так и между властью. Он существует не потому, что есть какой-то преступный сговор, либо нежелание общаться. Потому что колоссальное количество задач. Мы с Глебом, я в частности, как часто в администрации, я просто своими глазами вижу, какое количество работы там происходит. Какой кадровый голод. И, естественно, я себя очень часто ставлю на место, ну, как бы, извините, не скромно звучит, конечно, но представить, какое количество людей, взяли на себя сейчас, обязательств, вступив в работу, в префротовом городе, ну, как бы, не можно только поклониться и сказать спасибо. Они проводят большую работу, но с общественностью надо встречаться, надо общаться, потому что среди общественников огромное количество толковых, хороших, умных людей. Профессионалов, у нас есть. Профессионалов, да, которые по той или иной причине там не могут справлять, да, или быть привлечены в процессы. Поэтому, естественно, должен быть контакт, как с главой администрацией, так же и с Михаилом Чебуком, очень много в этой области делает. Вот, ну, очередная инициатива, очередной диалог, почему бы нет, ну, хорошо поговорить. А вы читали вчерашний показ, опубликованный в Интерфаксе, там очень интересная мысль по поводу общественности. Дмитрий, вы читали, вот интересно ваше мнение услышать. Почему у Игоря Азовича такая осторожность по поводу общественности? Честно сказать, Владимир еще не добрался до этой информации. Вчера мы до ночи формировали это письмо, потом были на встрече с политологом. Поэтому, если вы проинформируете, я бы прокомментировал. Владимир, попросим вас. Да. Я могу прокомментировать. О! Я читала интервью. Есть такой аспект, будем называть вещи своими именами, что встреча с общественностью зачастую превращается в базар и попрошайничество. Сейчас есть разные общественники. Есть люди крайне радикально настроенные, есть профессионалы, есть варгиналы. Людей много, люди разные. И люди, которые в состоянии общаться друг с другом и тратить время на общественную деятельность, это люди, которые готовы часы этому уделять. Потому что общение с общественностью через автологию это диалог. Только в диалоге, в спойлер, за это истинное требует огромное количество времени. Любой чиновник его никогда не имеет. Любой чиновник, госслужащий, ну, за редким исключением, хочет быстро, конкретно, оперативно получить вопрос, распределить, впихнуть его в себя, получить ответ и побежал дальше. Вот. Поэтому, я уверена, что, как говорили, вы очень попадали, разные люди. Разного просили, на разного настаивали. Поэтому он имеет право на свое мнение. Наша задача, в частности, наша с Глебом, как заведником по связи с общественностью, нивелировать любые конфликты, которые могут быть, находить конструктив и максимально делать все, чтобы диалог в общественности с властью был, постоянный такой мостик, по которому можно было ходить, общаться и доносить. У нас есть хороший опыт, у меня в частности. Многие вопросы можно решить быстро, в телефонном звонком, непосредственно, и с Игорем Львовичем, и с Игорем Львовичем. Просто они становятся больше, 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 потому что мы движемся, развиваемся, и надо работать. Да, именно для этого, и чтобы не превращаться в базар попрошенничества, вот это весьма сформировано, и сформированы вопросы к Игорю Львовичу. Это раз. И второе, мы прекрасно, так же, как общественность, мы прекрасно понимаем ту загруженность, и те количество задач, которые стоят перед областной администрацией в период и в кону 9 мая праздника, мы предлагаем с ним встретиться именно после майских праздников, вот где-то в районе 15.8. Мы все прекрасно понимаем, поэтому просим именно о регулярных встречах общественности с руководством области. То есть я еще даже добавлю, мы должны, вот Владимир, наша основная идея. Действительно, наверное, здесь сидящие, мы каким-то образом можем доносить свои идеи до губернатора и так далее. Но, во-первых, мы считаем, что это должна быть площадка для всех, не только для нас. Должны и другие люди, которые на сегодняшний день не могут туда попасть, они должны высказывать свои идеи и получать возможность, чтобы их идеи, во-первых, были услышаны, во-вторых, на них была реакция. Это самое главное. То есть мы и демонстрируем это, что это не только для нас. Не только мы должны это сделать. И плюс, мы должны, я считаю, обрезать такое неприятное явление, как кое-какие фейковые общественные организации, которые начинают представлять и лоббировать конкретные интересы, они точно так же начинают давить на власть и таким образом подрывают авторитет общественности, подрывают авторитет идеалов, которые были на революции достоинства. Поэтому как раз вот эта единая площадка, которая будет действительно системной и с алгоритмом, она позволит все эти негативные вопросы, я считаю, устранить. И плюс она позволит дать возможность тем людям, которые сейчас не имеют такого шанса, вложить свои идеи, донести, хотя они у них, у многих есть. Я просто общаюсь с такими людьми. Простите. Да, пожалуйста. У меня проект гражданской журналистики накипел. Дмитрий Кутов. У меня вопрос вот какой. На примере Харьковской общественной иллюстрационной палаты, возглавляемого Дмитрием Марсонем от Комитета реформ и иллюстрации, и еще одного объединения, я прошу прощения, я могу не вспомнить правильное название, но смысл в том, что три достаточно крупных объединения, общественных организаций создали штаб иллюстрационный. И мы видим, что идея общественной иллюстрации получила новый толчок, очень мощный. И практически все начиналось с инициативы нескольких людей, потом присоединились там первые 10, вторые 10, третьи 10, и сейчас, насколько я знаю, там более 70 общественных организаций и объединений в этой теме иллюстрационной. И это хороший пример проектного подхода конструктивного общественных организаций и объединений. Что сейчас происходит, вот с точки зрения моей, я хотел бы услышать ваш комментарий. Власть не заинтересована ни в каких диалогах с обществом. Власть заинтересована в том, чтобы принимаемые решения были принимаемы обществом в том виде, в котором эта власть их принимает. Так было всегда на постсоветских пространствах. Так будет до тех пор, пока общественные организации и объединения не станут действительно конструктивными. То есть не будут самоорганизовываться и предлагать проекты, мимо которых пройти невозможно. Пример иллюстрации тому прекрасный путь. Существует несколько сформировавшихся за год таких объединений конструктивных. Это организации, которые так или иначе объединяемы брендом Евромайдан. Это организации люди, активисты, проекты, которые объединяемы брендом Автомайдан. Это организации объединения, которые так или иначе имеют отношение к понятию самооборона. Это организации объединения, которые имеют отношение к платформе гражданских организаций объединений. харьковский гражданский форум и может быть кого-то я не назвал прошу меня простить если в течение этого года возникает масса конфликтов потому что действительно взгляды на развитие общества раз площадок площадок для обсуждения конструктивного не споров я подчеркиваю а конструктивного обсуждения не так много одна из них это информационная площадка хаки спасибо так не видите ли вы смысла сегодня потратить усилия время и ну таскать энергию гражданского общества на то чтобы на новом витке сегодня создать открытую такую вот площадку платформу которая бы уже не знала вот этих конфликтов ты евро майдан ты не евро майдан ты там стоял когда кого-то били тебя били меня не били и так далее и тому подобное потому что иначе власть будет предлагать нам всем решать свои вопросы по телефону встречаться будет с теми с кем не удобно встречаться а тех с кем не удобно встречаться например с большим удовольствием отправлять в ряды вооруженных сил украины хотя это действительно почетная обязанность спасибо в этом в этом есть крайняя необходимость создать большую платформу объединяющую все абсолютно организации и представители одних и такие и тоже назначить некой его периодичной встречи например раз в неделю допустим это необходимо делать потому что у каждой общественной организации у каждого большого объединения есть текущие задачи насущие насущные проблемы которые необходимо лишь я также абсолютно поддерживаются вы знаете что его активный участник всех этих процессов мы стараемся мы понимаем что без объединения дальше мы не пойдем мы понимаем что без публичности и прозрачности мы дальше не пойдем но и мы понимаем что без конструктивного нормально действительно сформированного количество предложений вопросов мы тоже даже не пойдем Уже моменты просто эмоций, криков и так далее, они должны отходить. Мы должны ставить четкие задачи и требовать их исполнения. Если не объединимся, это не получится. Уточняющий вопрос. Вот открытое обращение. Уточняю, о чем пришли общаться, пожалуйста. Уточняющий вопрос. Существует ли механизм сегодня на теренах Харкистской грамотности, который позволит вот это письмо подписать в течение сегодняшнего дня, скольким организационным объединением, сколько мы планируем получить подписи под этим обращением? Я вам могу сказать, смотрите, даже Харьковская общественная иллюстрационная палата объединяет более 50 общественных организаций и инициатив. Уже подписал Федор Владимирович Венеславский, который мобилизован. И даже это не помешало ему подписать те идеи, за которые он боролся уже очень долгое время. В нашей общественной инициативе, Народный комитет реформ и иллюстрации, более 15 общественных организаций, Автомайдан, представители Евромайдана, других общественных организаций и инициатив. Мы, я думаю, будем просить информационный центр, как, я считаю, основную площадку для демократических процессов. Возможно, мы оставим это письмо. И те люди, которые смогут его подписать за этот промежуток времени, все, кто хочет, присоединяйтесь. Мы не отговоримся. это обращение. Не Федор Владимирович Венеславский, не Дмитрий Марцойн, не Глеб Тимошенко, не Анастасия Сурина. А за этими людьми уже стоят, уже стоят и дивидированы им эти полномочия на подписание этого документа. Потому что, к сожалению, мы неоднократно слышали от представителей власти, что общественные деятели это исключительно те, кто влияет так или иначе на выборные процессы. А это не так. Надеюсь, вы это понимаете. Да, да, да. Спасибо. Если можно, еще один вопрос. Спасибо. Вадим Боков, гражданин Украины. Скажите, пожалуйста, вопрос скорее к Дмитрию Марцойну. Дмитрий, вот слова к Анастасии и в интервью господина Райнина прозвучала фраза о том, что недопустимо давление и влияние общественности при кадровых назначениях. Вот, исходя из этого, но это было одно из основных требований революции достоинства, именно влияние общественности на кадровые назначения. Как вы считаете, процедура общественной люстрации при назначении новых чиновников и при проверке работы старых может ли являться, скажем так, помощью общественности для губернатора? А вторая есть половина. Он говорит, ибо это похоже на коррупционные действия. В данной ситуации мы говорим о коррупционной процедуре, которая проработана сейчас, и рассматривается Минюстом как одна из образцов в Украине. Я отвечу, поскольку он варит. Меня упомнил. Выскажу свое личное мнение. Я не разделяю мнение. А иллюстрация общественная необходима, естественно. Другое дело, что к ней огромное количество вопросов. Нужно правильно писать, что такое общественная иллюстрация. Какая там общественная? Извините, а судьи кто? Почему я говорю это вам? Потому что мне часто задают этот вопрос. Я не являюсь членом иллюстрационной общественной палаты, но наблюдаю с интересным, как она работает. Однозначно классная инициатива, однозначно есть огромные успехи, но то, о чем я говорю, мы развиваемся, очень стремительно. Поэтому уровень профессионализма и серьезность подхода нужно максимально развивать. Кроме того, да, 23 года, а до этого еще 70, наше государство не желало и не общалось. С общественностью вообще никак. Вообще с народом не общалось. Вообще народа не было. И мы тут вдруг хотим, чтобы они взять за год решили, как классно, давайте с народом будем разговаривать, каждый день слушать. Он же такой умный. Чиновники, как они поведены? Никак. Поэтому с того, с чего начала тема, как буду я закончен, нам все мы делаем колоссальный труд. Мы только начинаем строить общество. Тут надо очень много работать. Разговоры, диалог, да, пришли, поговорили, классно. Но должны быть действия, должен быть конструктив, должны быть правильные документы, нужно уметь разговаривать с чиновниками. А влиять на кадровое назначение общество, безусловно, должна. Но она не должна шантажировать власть. Тут очень тонкий момент. Я буквально двойные слова. Это к вам вопрос. Илюстрация – это влияние, что вопросу нельзя задавать. Можно посадить на нас эту девушку? Если она председатель, посадите туда. Я у нее не умею. Это к вам вопрос. Илюстрация – это влияние на кадры. Допкин, Кернес, антимайдановцы, если мы скажем, что они занимались подавлением и разгромом Майдана, то мы будем ставить вопрос кадровый. Вот это к вам такой вопрос. Кадровый или это вопрос? Мы, общественно, конечно, скажем, то, что мы думаем по этому поводу. Но это должен подтвердить суд. И наша задача в общественности влиять на судебную систему. Друзья, я считаю, нам говорят, что у нас ограниченный период времени. Мы должны понять, что мы же никуда не растворяемся. Мы всегда доступны в социальных сетях, везде встречаемся, говорим. Дай Бог, чтобы только все приходили на наши встречи, ибо они редки, когда нет камеры. Поэтому давайте приобщайтесь и будем говорить, что так все... Я хочу ответить на ваш вопрос. Полтора года я борюсь за то, чтобы общественность влияла на кадровые назначения. От момента начала и до разработки принятия этого закона. Однозначно за. Лично на мою инициативу уже написали жалобу госпожа Самойлова на имя Князевича. Тоже такой же самый повод, о котором вы сейчас говорите. Мы должны этот вопрос пробивать, проталкивать, за него бороться и его отстаивать. Для этого мы и здесь. У нас другого пути нет. Я только за. Без общественности невозможно. В стратегии президента это написано, в программе БПП это написано, везде это написано. В декларации пора приходить действия. Тут начинается пробуксовка. Значит, будем менять резину. Спасибо.